1 сентября – праздник практически для каждой семьи небольшого поселка Березовка, расположенного в Западно-Казахстанской области. Начинается новый учебный год, и 200 детей отправляются в единственную школу поселка. Это почти семейный праздник, все жители знают друг друга, многие сами когда-то были учениками этой школы. Однако она оставила в памяти березовцев не только радостные воспоминания. Школа стала символом страшной трагедии в истории поселка. 28 ноября 2014 года во время занятий в школе один за другим ученики вдруг почувствовали себя очень плохо. Потеря сознания, судороги, головокружение, перепады давления, сильная головная боль – все симптомы говорили о массовом отравлении. В этот день серьезно пострадали более 25 детей. Многие из них были госпитализированы и попали в реанимацию. 28 ноября я отправила дочку в школу утром, в 8 часов отправила в школу здорового ребенка. В обед вызывают меня в школу. Дети падают один с другим. Пришла в школу, ребенок лежит, трясется вся. Причины ноябрьской трагедии для жителей Березовки очевидны. По соседству с поселком расположено нефтегазоконденсатное месторождение «Карачаганат», одно из крупнейших в мире. Накануне трагедии жители поселка стали свидетелями крупной аварии на этом месторождении. Я лично сама слышала шум. Я еще сижу, говорю, я чуть не поняла. Что такое, говорю? Грохот какой-то непонятный. Это, наверное, говорит, по дороге трактор трубу какую-нибудь тянет, вот, наверное, от этого. А выйти мы не вышли. А вот соседи, кто рядом тут живет, кто выходил на улицу, они видели это зарево. Месторождение «Карачаганат» эксплуатирует международный консорциум «Карачаганат Петролиум Оперейтинг БиВи», КПО БиВи, куда входят крупные компании «Шеврон», «Энни», «Биджи Групп», «Лукойл» и «Казмунайгаз». Само месторождение дает почти 45% всего газа и 16% нефти Казахстана. КПО – один из опаснейших промышленных объектов страны. Серьезные аварии здесь случались и раньше, но на здоровье жителей влияли и постоянные плановые отжиги. Медики говорят, что длительное воздействие малыми дозами сероводорода довело иммунную систему до такой степени, что вот просто в нужный момент, вернее сказать, в ненужный момент, когда было превышение, когда была авария, это сработало как капля, переполнившая чашу или как щелчок. Вот это случилось с детками. Произошедшая трагедия вынудила власти Казахстана начать предпринимать активные шаги. Было открыто уголовное дело по факту массового отравления. Начались многочисленные встречи чиновников с жителями поселка. Но на что все же направлены действия властей? На установление истинных причин трагедии и наказания виновных? Или на снижение уровня возмущения жителей Березовки? И защиту имиджа Шеврона, Эни, Биджи Групп, Лукойла и Казму Найгаза? Ощущение одно. Вот действительно хотят не испортить имидж КПО. В ситуации с Березовкой действия властей, они на протяжении всех последних нескольких месяцев были очень непоследовательны. Сразу после того, как произошло отравление детей в ноябре, в декабре, приезжает прокурор, говорит, мы проведем свою проверку, мы уже начали. Результат предварительной проверки уже показали, что там были выбросы накануне отравления. Вроде бы как люди уловили вот этот месседж, что вот причинно-следственная связь первая была выстроена. Были выбросы, дети отравились. Потом медики наши, после вот когда обследовали население, медики начали заявлять там абсолютно такие безответственные заявления делать, типа того, что дети симулируют, что дети там, я не знаю, под влиянием родителей и так далее. Потом опять прокуратура проводит проверку. Это спустя уже два месяца, заканчивая проверку, говорит, были выявлены нарушения. Более того, КПО БВИ, на них был наложен многомиллиардный штраф за выбросы именно. Люди опять уловили. Вот она, причинно-следственная связь. Потом опять идет вяло текущая такая проверка, сходы граждан, на которых опять приезжает представитель властей, и которая начинает давать понять, что, ребята, причинно-следственной связи между деятельностью месторождения и отравлением детей вообще нет. Что дети там, я не знаю, отравились чем угодно, там газоболончик может распылили, или там, бог его знает, еще какие-то версии вы отбегались. Но версии такой, следствия нет. Опять-таки, власти приезжают, проводят сход граждан и говорят, ребята, вот мы оштрафовали КПО БВИ, больше они травить не будут, но вместе с тем, говорят, мы вот приняли решение, что поселок нужно переселить, но он никак не связан с отравлением в ноябре 2014 года. Это из-за того, что КПО БВИ расширяет свое производство, нужно салитарно-защитную зону расширять и так далее. То есть, понимаете, здесь вот идет постоянно такое двоемыслие, непоследовательность. А люди, они как это считают? Люди это считают однозначно. Люди понимают, что на самом деле их просто держат за дураков. Фактически, жителям Березовки предложено заключить негласный договор. Компания КПО БВИ и власти переселяют поселок, чего жители добивались уже не один год. Жители Березовки получают новые квартиры, власти демонстрируют заботу о гражданах, КПО БВИ сохраняет имидж социально ответственной компании. Но как же пострадавшие дети? О них, по всей видимости, предлагают просто забыть. За счет своих прадедов мы получили победу. И получается, за счет своих детей мы получаем это переселение. Нафиг надо мне это переселение? Пускай лучше они выучат детей наших. Действительно же так. За счет детей мы получили переселение. Я им сказала, даже Акиму нашему не надо переселение мне такого. Поставьте мне на ноги ребенка здорового обратно верните, и все, я буду жить дальше. Зачем мне это переселение? Переселит нас, дети останутся в сторонке, а за этими детьми смотреть только, смотреть. Я даже ее боюсь оставлять одного. Она может кипятком ошпариться. Она на любом месте отключается и падает, и лежит на целых два часа она. Глаза открыты, ничего не слышат. Вся синяя, и при этом может давление резко подняться или понизиться. Нужна помощь медиков. Фактически сняв обвинение с КПО Биви, чиновники предложили другую версию. К трагедии якобы причастна маленькая котельная, которая отапливает школу. Заявление об этом сделал заместитель премьер-министра Республики Казахстан Бердебек Сапарбаев. Не дожидаясь окончания расследования, чиновники изображают бурную деятельность. Демонтируют котлы, переносят само помещение подальше от школы. То так говорят, то и это. И наконец, когда приезжает Сапарбаев, в последний раз выступает перед жителями, и он выдвигает еще более дикую версию, которую просто, ну даже ребенку она очевидна, что настолько она дико, что якобы дети в Березовке отравились из-за того, что там котельные в поселке делали выбросы. Так извините меня, у нас процентов 90 поселков в Западной Казахстанской области такими котельными атакуются школы, там, я не знаю, социально значимые объекты. Что-то я не припомню, что в других поселках дети падали в обмор. Тот же самый газ сжигается, такие же котельные, такие же котлы стоят, так же они управляются, такая же климатическая зона. Почему в других поселках? Это же очевидно, что это вранье идет. Откровенное, наглое вранье. Причем устами это озвучивается очень ответственного человека, который занимает немаленький пост. Уголовное дело по котельной вскоре было закрыто. Какими будут следующие версии у следствия и будут ли они вообще, неизвестно. После ноябрьской трагедии пострадавшие дети продолжают болеть. Массовые и единичные случаи падения в обморок и серьезные ненавогания повторялись неоднократно в течение года. Альбина Искакова, одна из серьезно пострадавших в ноябрьской трагедии, проходила обследование и лечение в Уральске, Алматы и Ак-ТБ. У меня вот судороги были, и потом голова окружения, мне плохо было. Иногда бывает тошнит, живот болит. Ну даже бывало, где-то я час лежала в таком виде, и сознание потеряла я. Ну иногда бывает даже, когда я злюсь или еще что-то. Ну любое время это может быть. Спустя месяц после этого короткого интервью Альбина вновь была срочно госпитализирована. Срочно-госпитализирована. Срочно-госпитализирована. Качество работы государственных медицинских учреждений вызвало серьезное возмущение родителей, пострадавших детей. Больницы в Аксае, Уральске, Алматы, везде, куда направлялись дети, ставили диагнозы, никак не связанные с отравлением токсическими веществами. И когда обратились мы в районную больницу, увезли этого, сказали, это переутомление, это обострение фоновых заболеваний, которые были с потерей сознания. Когда мы увезли в Уральск, там вообще нам поставили острое нарушение желудочного тракта. Это простым языком сказать, это диарея, понос. Вот какие нам диагнозы выставляли. Мы обратились, как говорится, подали в Российскую Федерацию, город Москва. Мы попали в клинику имени Семашко, которые там выставили нам точный диагноз. Тяжелейшее токсическое отравление ядовитым веществом. Ситуация стала проясняться, когда летом 2015 года троих пострадавших детей родители самостоятельно и за свой счет вывезли на обследование в Российскую Федерацию. Динара Ирмикбаева, 18 лет. Казахстанские медицинские учреждения ставили следующие диагнозы. Органическое поражение центральной нервной системы, эпилепсия криптогенная, нарушение вегетативной регуляции, ангиоспазм сосудов. Диагноз центра имени Семашко – токсическая энцефалопатия. Тимирлан Тимиргалиев, 12 лет. Среди поставленных диагнозов в Казахстане токсическое отравление не установлено, невроз. Московский центр имени Семашко – токсическая энцефалопатия. Яна Щербинина, 12 лет. В Казахстане поставлен диагноз диарея. В Московском центре имени Семашко – токсическая энцефалопатия. Я говорю, никогда не прощу здравоохранению за то, что они отвернулись от наших детей. Да вы лечите изначально, вы поставили диагноз, молчите. Но лечите их правильно. Это ваш долг лечить, а не скрывать. Токсическая энцефалопатия – это поражение клеток головного мозга токсинами. По мнению московских специалистов, пострадавшим необходимо срочное и длительное лечение, связанное с дорогостоящими процедурами, такими как неоднократное переливание крови. Но даже полноценное лечение дает лишь небольшие шансы на полное выздоровление. Настолько это серьезно, и настолько это имеет последствия. Для детей, для родителей, что просто так замалчивать это все и каким-то образом не содействовать тому, чтобы эти дети были обследованы и подвергались какому-то лечению, это просто огромное преступление. И компания власти – это просто преступно. Казахстанские власти считают, что оказывают детям всю необходимую медицинскую помощь. Многие родители с этим категорически не согласны. Пролежала она 10 дней в областной больнице, прокапали их, они там тоже падали. Лично моя девочка, она падала, она говорит, я упала, они вызывают дежурного врача. Это было вечером. Приходит доктор, женщина, смотрит, что лежишь? Вставай! Она говорит, я не могу вставать. Встать не может, потому что при судороге отказывается рука, нога. Как она встанет? И орет, что лежишь, вставай? Она говорит, я слышу это, но ответить не могу. И встать тоже не могу. Она раз, рукой махнула и ушла. Она говорит, лежала, медсестры подняли ее, положили в комнату и все. Разве это лечение? Она плачет, говорит, мам, я теперь отказываюсь от лечения. Если будут вот так лечить, ты будешь рядом лежать со мной. Компании, входящие в консорсиум КПО БиВи, не устают заявлять о своей экологической и социальной ответственности. Жители Березовки испытывали надежду на то, что КПО БиВи хотя бы частично возьмет на себя ответственность за массовое отравление детей. Однако реакция нефтяников была подчеркнута циничной. Мы ни при чем. Докажите, если сможете. Они не признают, они не хотят даже признавать о том, что произошло отравление детей с ихнего месторождения. Близко не хотят признавать. Они даже не ведут разговора об этом, что дети наши отравили именно с месторождения. Они умалкивают все это. Мне бы там сказать, поможем там, в чем нужно. Нет. Они молчат. Сколько писали писем туда родители с просьбой выделить денежных средств на лечение детей. Молчок, кругом молчок. Даже ответа не было. Речь генерального директора КПО БиВи на встрече с жителями поселка напоминала выдержку из рекламного буклета. И пожалуйста, ответственный комментарий, который удалось получить от официального представителя КПО, просто вызывает удивление. Вообще, вот это вот отравление КПО берет в себе ответственность, что это именно из-за выбросов стояло. Или вы отказываетесь и отрицаете факты? Ну, давайте у нас есть представители департамента экологии, может быть, они скажут вам лучше как-то, да? Именно какой вопрос у вас? Какое отравление? 29 ноя. Выбросы у вас? Ну, там же не было заказа, знаешь, что прям отравление было такое. Именно что по выбросам вы хотели? Уходишь от ответа. Нет, какой у вас это вопрос? Нет, ну, это, от какого признает свою ответственность, берет на себя вот за эти выбросы? Давайте сделаем так. Вы, как бы, такие вопросы задаете, на которые нужно все равно обстоятельный ответ, да, вам дать. Поэтому, может быть, вы дадите мне письменно свои вопросы, а мы вам постараемся ответить. С лета 2015 года в поселке стали учащаться случаи падения в обморок новых детей, серьезно, не пострадавших в ноябре прошлого года. Почему начинают серьезно болеть новые дети? Маленькая школьная котельная давно уже не работает. Единственное, что не изменилось с ноября прошлого года, это выбросы с месторождения. Точное количество пострадавших в березовке детей установить сложно. Администрация школы, медицинские учреждения часто скрывают факты серьезных недомоганий детей от общественности. Почему вы отрицаете, что дети падают? Нет, вы имеете право заходить сюда, в школу. Нет, почему вы отрицаете? Ой, вы выйти заболи. Вы выйдите, говорю. Нет, только что упал же человек. Вы выйдите, говорю. Сейчас придет, скоро personagem будетКонкенс. Нет, вы же общественно важную информацию скрываете. Нет, общественно важную информацию никто не скрывает. Я прошу вас, выйти со школы, пожалуйста. Нет, почему вы не скрываете? Я вам говорю. По свидетельствам жителей поселка, факты падения детей в обморок не особо афишируют и сами родители, не желая огласки и проблем с властями. А эти дети, они возле моего магазина падали. Падали и шум, вот мы слышим шум, собаки лают. Мы думали, у нас собака убежала. У меня три собаки. Оказывается, нет. И шла учительница, она первая это увидела. Ребенок упал, а собаки возле нее бегают, прямо рядом с нашим магазином. Но это ведь с ними постоянно, они играют летом во дворе или в пришкольном участке. Они падают. Ульяна бежит, мама, там опять девочка упала. И ведь слышно уже начали дети еще добавляться. Не именно первые, которые падали. Просто не все родители об этом говорят, и каждый свою боль он ее переносит к себе, потому что недоверие достаточно всех этих медицинских заключений. А недоверие кому или к чему? Недоверие к медицине. И все-таки, наверное, медицина отталкивается от того, что дает им указания государство. Я не знаю. Прошел целый год. Тяжело больные дети продолжают находиться в зоне выбросов с месторождения. Виновники ноябрьской трагедии так и не установлены. А родители остались наедине с системой равнодушия и бесправия. У многих нет средств, чтобы обеспечить ребенку нормальное лечение и вывести его из неблагополучного района. Смотреть дочке в глаза не могу я смотреть. Здоровый ребенок в один день у меня остался, она инвалидом. У меня нет средств лечить ее дальше. Но надежда, все, у меня уже умерла. Девять месяцев я борюсь, никак не могу добиться своего. Но дальше ничего не будет. Мне кажется, все переселит в нас, и они забудут про детей этих. Но они же наши будущие. Одна хорошо занимается по математике, одна вот моя хорошо занимается спортом. Она бы стала одной хорошей спортсменкой Казахстана. Но у меня уже никакой надежды нет от властей. Они останутся так, мне кажется, дети вот так. Потому что врут, везде врут, нигде правды нет. Первое сентября. В этот торжественный день к маленьким гражданам Казахстана обращаются учителя, чиновники, гости. Не обходится без напутственного слова представителя КПУ Биви, самого важного гостя на подобных праздниках. Разрешите от лица компании «Карачаганок Петролиум Оперейтинг Биви» поздравить вас сегодня с торжественным праздником Днем Знаний. Всем вам желаем удачи, крепкого здоровья. Наша компания как социально ответственный бизнес уже в течение ряда лет оказывает такую помощь, как подарки малоимущим семьям, школьные ранцы, рюкзаки, сумки с школьными принадлежностями. В этот день школьники получили в подарок не только дешевые рюкзачки и книжки. Ближе к вечеру на месторождении возобновились отжиги, и ядовитый дым медленно пополз в сторону поселка.